всем привет это главный блог о хоккей казахстана головой облёт и судя по названию выпуска вы наверное сейчас подумайте что я буду нещадно критиковать федерацию хоккея организаторов кубка но это совершенно не так да да вы не ослышались потому что и позитивные моменты которые организаторы могут записать себе профит поставить плюсик тоже были например трансляция наконец-то турнир было смотреть не стыдно на большинстве матча работала по 4 оператора все таки я и телевизионщик и видел это были повторы картинка была хорошей и это шаг вперед пока этот феномен не изучен также удалось продать турнир хоть какой-то организации у турнира был титульный спонсор по моей информации они нормально так в него вложились оплачивали все бытовые траты и клубов и федерации конечно я считаю что нужно двигаться наоборот от букмейкеров а не к ним но понимаю что деньги на спорт сейчас есть только у них и они готовы их тратить все остальные попросит отчетность будет много головняков а с букмейкерами вроде как работать значительно проще так и быть 50 процентов половина моя половина наша но и сам по себе кубок в моем понимании это турнир где можно проверить свое будущее глубину скамейки турнир где зажигаются новые звезды они те кого мы уже знаем десяток лет и кто играл еще в мизозои турнир где результат не давит на молодежь где если выиграл круто а нет ну ок ничего страшного по факту пройтись по всем этим пунктам получилось только намаду и ртэшу горняку и алтай торпеда и то нет хорошей жизни хоть эти команды и стали слабейшими но в их составах хотя бы можно было разглядеть новые имена казахстанских хоккеистов по понятным причинам я в живую видел все матчи и ртэша и не в одном из них мне не было стыдно за ребят за этих детей с торпеда не умудрились долгое время вести в счете и проиграли с разницей в одну шайбу с алтаем дотянули до овертайма а там уж просто не хватило сил ну и с октубе играли и когда мы смотрели этот матч в компании со мной были хоккеисты торпеда и они меня спрашивали типа а по игре вообще непонятно у кого сейчас финансовые проблемы у ртэша все-таки или октубе кстати по игре октубе у меня большие вопросы я реально искренне до сих пор не понимаю почему команда никак не может стать на победные рельсы об этом можно снять целый документальный фильм потому что вроде как нет у них молодежки все деньги и бюджет сконцентрированы только на одной команде но результата как не было так и нет но об этом в следующем выпуске а сейчас 10 причин почему кубок казахстана по хоккей 2021 года мог быть и должен был быть лучше алматинский кубок он точно не переплюнет я был в алмате там был настоящая красота там понимаете жизнь была и все вокруг напоминал тебе что это праздник хоккея тебе здесь рады а вот кубок нынешний он реально как будто слегка искусственный чуть-чуть фейковый и еще раз повторюсь я никаким образом не критикую ни федерацию не организаторов боже упаси это просто мысли для размышления на чем улучшить работу где исправить ошибки и кто знает может быть вы когда-нибудь научитесь слушать и не только спорить и обижаться а наш хоккей только выиграет от этого а то многие часто говорят ну вот если вы критикуете то предлагаете свои идеи я это именно и сделал турнир во время сезона это турнир в турнире попробовать разок можно но лучше такое соревнование кстати да вы не ослышались соревнования потому что федерация хоккей казахстана проводит все свои турниры по типу соревнований приехали поиграли и до свидания главное назвать чемпиона так вот межсезонье лучше подходит для кубка казахстана здесь и состав проверить можно и не отвлекаешься от битвы за плей-офф а ведь мы видели что например и ртышу и алтаю было просто не до кубка у актубе было много травмированных биборис был в явно физическом спаде у кулагера после кубка куча травмированных ребят а ведь они нужны в матчах плей-офф и вот получается их не досчитаются теперь и ладно бы только я так думал и навязывал свое мнение но вот что говорили сами участники процесса причем не последние люди денис тасюк прямо в точку за ним вадим бердников это люди которые поиграли на высоком уровне и знают о чем говорят и ладно бы если бы у всех клубов были свои фармы или система из трех команд можно было бы где-то взять игроков закрыть дыры но такая привилегия есть только у нескольких команд в стране и эти команды заметьте были намного свежее в общем большая часть народа за летний вариант кубка понятное дело что наличие болельщиков на трибунах это как бы не к организаторам вопрос но согласитесь без них любой матч это просто как тренировка не хватило их голоса не хватило их кричалок да и кубок казахстана это ведь в первую очередь праздник ты смотришь на лучшие клубы страны и получаешь кайф через тв картинку совсем не тот эффект как формировали кубковые группы для меня огромная загадка официальная версия по итогам прошлого недоигранного сезона если сырой арке реально пришлось попотеть хотя бы с алматин сами то торпеда сразу после оглашения состава групп можно было бронировать билеты и подъехать ну только к финалу то как формировали группы стало самым обсуждаемым вопросом среди болельщиков в соцсетях и на шайбе особенно было обидно болельщикам из ускаменногорска два клуба из одного города в одной группе это автоматический приговор для одной из команд спортивный лето принцип но не знаю слабое освещение турнира в сми это недоработка конкретных специалистов помимо финального матча показанного на государственном канале что для нас должно быть уже не чудом а данностью закупкам от начала и до конца следили только шайба ки-зет головой облёт и копипастил спортский зет информбюро размещало официальные релизы и не больше у них даже интервью с героями вроде как и не было в общем личности хоккеистов по-прежнему раскрывали в повладарских матчах потому что там был я хорошие текстовые интервью прилетали из кухшетау потому что там была сотрудница шайбы ну а в целом как-то будничная и скучно проходил турнир в просторах медиа кубок в алматы не идет ни в какое сравнение там был уровень хотя не было спонсоров а ведь зрителя надо заинтересовать привлекать новую целевую аудиторию а мы ее пока только теряем по поводу отношения героем турнира нашим хоккеистам и сомнительных подарков им я уже высказывался и был услышан да так что даже обидел одного из функционеров правда чем понять не могу получается он обиделся на то что я призываю относиться к хоккеистам как настоящим спортивным героем возвышать и мотивировать так это выходит наоборот он меня обидел таким отношением а также пару десятков игроков эх жаль у нас нет профсоюза хоккеистов и повезло этому функционеру что у нас в лиге все парни простые приземленные ребята а представьте такой бы подарочек достался например колкому на язык панарину ох головы бы полетели ну как говорится дают бери но мы хотим чтобы хоккеистам относились все-таки как героем турнира ведь они и делают этот праздник они хозяева турнира они люди в пиджаках поймите вы уже это наконец если хоть кто-то на этой планете скажет что для него была сюрпризом финальная пара сырарка торпеда то этого человека нужно срочно передать науки для изучения его мозга настолько эти клубы профессиональные сильнее остальных что их столкновение в решающем матче было запрограммировано все-таки гранды если копать глубже то можно понять развивается или стоит на месте наша лига если уж столько лет здесь нет достойного конкурента командам из вхл именно по дистанции а не на один конкретный сезон предсказуемость турнира сильно ударила по его восприятию среди болельщиков а каргандинских и ускаменногорских фанатов стоит только поздравить и бары своим отказом от участия в кубке казахстана очень сильно ударил по престижу турнира но осуждать клуб из-за трау я не тороплюсь важно понять почему они так сделали как говорят представители клуба из-за судейского корпуса здесь лично я обвинять одну сторону или другую тоже не берусь все мы знаем одно то эта ситуация зародилась не на кубке она уже очень давно видала в воздухе обсуждалась в кулуарах абибар из просто первым создал прецедент не захотел мириться а самое парадоксальное но важное знаете что что сарарка и торпеда вообще вот прям на сто процентов не нуждаются в помощи судей они настолько играют запасом и у них мощный резерв и адморесурсы что они обыграли бы кого угодно в нашей лиге самостоятельно их просто сделали заложниками данной ситуации система сама их выставляет в таком свете арбитрам остается только пожелать расти профессионально больше эту ситуацию никак не изменить ситуация с технической ошибкой или другими мистическими чудесами что творятся с регламентом кубка многих повеселили а вот мне было обидно за то что нас болельщиков держит за людей недалеких похоже ведь можно еще до старта турнира отправить регламент не только в клубы но и просто его разместить для обычных людей объяснить показать кстати сейчас многие родители хоккеистов жалуются мне что на сайте про лиги нет регламента детских чемпионатов и вообще всего что связано с детским хоккеем это надо исправлять чтобы технические ошибки больше не остановились причиной непонятных двояких ситуаций пресс-служба федерации закрыта и очень мало объясняет трактует свои действия возвращаясь к этой же ситуации с технической ошибкой в регламенте ведь можно было все объяснить предотвратить эту ситуацию но нет их все устраивает все нормально а то что там блогеры болельщики журналисты разные тяпку и так это их не интересует тем более всегда можно сослаться на мистику чудеса ветер в окно подул и документы унес photoshop технический сбой и это печально ведь настоящий профессионализм как раз таки и заключается в таких моментах сработать на опережение сгладить углы сделать анализ но к сожалению мы похожи еще в каменном веке и потому в верхах руководствуются такими понятиями кубок честно говоря это не самое главное для болельщиков на первую строчку можно было бы даже судейство поставить вот здесь как раз таки повода для размышления очень много но с маркетинговой точки зрения с точки зрения престижа и узнаваемости турнира кубок это очень важно вот так выглядит главный трофей сейчас он даже теряется на фоне лучшей команды турнира сарарка это действительно лучшая команда турнира и спроси меня сейчас заслуженно ли они выиграли скажу железобетон это профессиональный клуб от самого верха до низа возвращаясь кубку когда я разместил эту фотографию как выглядит наш главный трофей такого статусного турнира да еще турнира где есть спонсоры которые готовы помогать и развивать мне со всего казахстана я вам клянусь и начали присылать десятки десятки фотографий от любительских лиг у алматы там шедевр у караганды вообще как бомбических кубок а вот например кубок из ночной лиги города нур-султан и все я повторюсь это любительские ночные лиги я действительно не могу понять почему из года в год у нашей профлиги такие скромные призы хотя клубы вносят взносы есть спонсоры в общем для меня это такая же загадка как что творится с игрой у октобе наверное просто в ночных лигах умеют делать праздник и для себя и для болельщиков вокруг как-то так это был главный блог о казахстанском хоккей головой облёт у кого есть возможность помогите финансами лайками репостами знакомствами связями просто добрым советом меня зовут артем буланов следующий выпуск будет еще круче всем пока и и а а и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»